26 декабря принято считать датой распада СССР. Этому дню предшествовал целый ряд политических, социальных и экономических процессов, которые длились несколько лет. Однако, одной из главных причин распада СССР современники и аналитики называют армянский сепаратизм, который стал линией разлома советского государства. В частности, последний председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасблатов сказал, что тяжелый удар по каркасу Советского Союза пришелся с Кавказа. Эхо тех событий до сих пор отзывается у российских границ. Это армянский сепаратизм 1988 года. Тогда одна из союзных республик потребовала передать ей автономную область на Горный Карабах. Потом начались националистические наступления, гибель людей и бегство азербайджанцев из Армении и армян из Азербайджана. Хотя эти народы на протяжении многих столетий жили друг рядом с другом, подчеркнул Хасблатов. В тот год советское руководство не проявило нужной решимости и твердости, считает Хасблатов. Центральная власть оказалась не готова адекватно реагировать на вспыхнувший межнациональный конфликт, в результате чего остальные союзные республики сделали свои выводы. Тогда республики поняли. Ага, значит можно делать все, что угодно. Кстати, до этого события прибалтийские республики даже не заикались о политическом суверенитете. Они хотели только экономическую самостоятельность и добивались этого на съездах. Горбачев тогда стоял стеной и отказывался идти им навстречу. После 1988 года Прибалтика впервые заговорила о политических свободах. Главы Советского Союза показали свою вялость и слабоволье, подытожил Хасблатов. Однако дело не в том, что Горбачев не проявил решимости или твердости. Он действовал по рекомендациям западных партнеров, которым практически сдал Советский Союз. А первой ласточкой горбачевского предательства стал визит Читы Горбачевых в Калифорнию, где Раисе Максимовой богатая армянская диаспора надарила сказочные коллекции бриллиантов и изумрудов. Американский штат Калифорния и город Лос-Анджелес столь же компактно заселены армянским этносом, как, к примеру, и азербайджанский Нагорный Карабах с центром Ханкенди. Та же проекция с армянским компактным заселением просматривается и в ряде регионов России, например, в Краснодарском крае со второй армянской столицей в городе Сочи. Армянский сепаратизм был использован спецслужбами западных государств, прежде всего США и Великобритании, с целью распада Советской империи. А Горбачев выступил проводником этого плана. Все основные советники Горбачева на тот момент были этнические армяне, включая западного эмиссара академика Авеля Агамбекяна и отца Карена Шахназарова Георгия Шахназарова. Вторая Карабахская война стала второй попыткой развала государства, но уже с целью фрагментации российского государства и всех евразийских проекций, созданных Москвой. Только теперь во главе России не Горбачев, а Путин. Страны региона, включая Россию, Азербайджан и Турцию, особенно учитывая стратегию Алиева, не позволили реализации этого плана. Армянский фашизм, нынешняя Армения как плацдарм западных сил в регионе, потерпела поражение. В этой войне армянский сепаратизм был повержен. Следовательно, угроза распада России с южных границ уже предотвращена. История повторилась, но с другим результатом. Поэтому Париж и Вашингтон продолжают давить на Армению, в том числе с помощью армянской диаспоры, чтобы подогреть армянский реваншизм и через Армению получить право войти в регион и влиять на происходящие здесь процессы. Большую опасность создает армянская пятая колонна в России, ведущая активную информационную войну и дезориентирующая российскую аудиторию. В следующем году они будут пробивать Украину, Беларусь и, возможно, Казахстан.